А здесь просто, смотрите, пиу, всё, 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 вот просто ничего делать больше не надо, это, это трэш. Ребятушки, всем приветик, с вами как всегда, Артимэн, ребятки, в игре Хиллс оф Стилл, и здесь начался новый интереснейший ивент тачдаун, ну или танковый футбол, как я его ещё называю. Ребятки, мы отправимся в этот ивент играть, конечно же, ребята, на новом мифическом бессмертном танке, посмотрим, как этот танчик играется в ивентах, я на нём в ивентах ещё ни разу вообще, вот просто ни разу не играл, посмотрим заодно, как он тащит в этих режимах игры, потому что мы проверили этот танчик вообще везде, кроме вот, допустим, ивентов. Так, ну что, давайте я, конечно, поставлю какой-нибудь интересный скинчик, ну, наверное, оставляем адский, так, ставлю я, ребятки, ставлю я, конечно же, давайте взрывную волну бустера, для этого ивента взрывная волна подходит просто отлично, и ты перед началом подпишись, поставь лайкос, мы погнали. И начинаем, ребята, первый бой, как вы видите, реально самый первый бой на мифическом танке в этом режиме игры, в режиме вот тачдауна, я ещё, ребят, реально ни разу не играл, я даже не знаю, что сейчас будет, ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим, так, ну что, начинаем атаковать, начинаем атаковать, так, я толкаю мяч, о-хо-хо-хо, что, вы просто видели, вы видели, это просто жесть, просто жесть, он идёт на пролом и забивает гол, просто капец какой-то, ребятки, это я ещё не включал, кстати, смотрите, Видите-ка, здесь вообще нету третьей кнопки. Вывинти тачдаун, нету третьей кнопки его ярости. Да, только вот метеориты можно запустить и все. Капец, так, подождите, а что случилось? А почему противники не ехали на меня? Как это случилось? Я ничего не понял. Я вообще не понимаю, что происходит. Смотрите, я вот еду. А вот, они наконец-то поехали вражеские кобры. Я просто подхожу, толкаю, питаю мяч и все, и уже гол. Офигеть. Более простого геймплея я пока еще не встречал, ребят. Ну ладно, это был первый бой, там были слабые противники. Ну давайте посмотрим, вот со второго боя уже будут противники у меня, чуть посильнее. Я не понял, ребятки, что делает этот танчик. Ну и смотрите, я могу просто вот так вот идти, просто идти. Никуда не нажимать, нигде не атаковать. Вот так, бум, и все, они отлетают. Вместе с мячом отлетают вражеские танки. И гол, просто гол. Офигеть, как так? Да ладно, не, ну я ожидал, что этот танчик будет топать, шагать, проламывать. Просто как, не знаю, как какая-то стальная стена. Ну так и получается, смотрите, он даже танки отталкивает и просто забивает гол пинком, ребята. Пинком, офигеть. Короче, если у тебя бессмертный танчик мифический, тебе вообще ничего делать не надо. Ты просто вот так вот идешь на противника, вот так. Идешь, идешь, идешь. Бум, пнул мяч, и все. И там уже гол считает. Да? Кофец второй бой подряд, ребята, 3-0. При том, что я за этот бой вообще ни разу не нанес урона противникам. Офигеть, ребята, просто жесть. Ну, я, конечно, ожидал, что примерно так вот играться. Очень интересно, очень забавно. Потому что, ну, вы сами видите, это просто мощь, сила. Жесть какая-то. Смотрите-ка, если еще и вот эту волну пульнуть, так еще сильнее все отлетает просто от тебя. И танки отлетают, и мяч отлетает. Блин, просто жесть. Просто жесть, ребята, тебе даже не надо идти до, скажем так, половины противника, до его стороны. Просто вот с середины карты запускаешь мяч вот так. Пиу. А нет, сейчас не получилось запустить, не получилось. Но все равно ты идешь, просто жмешь вправо, продавливаешь всех соперников. И гол автоматически забивается в ворота. Капец. Просто капец, ребята. Ну, это я просто в шоке, потому что я впервые играю. А давайте вот теперь попробуем с метеоритами. Давайте теперь попробуем поиграть с нашими метеоритиками. С нашей, так сказать, стандартной атакой. Что с ней получится, потому что мы всех противников, скажем так, оттолкнем. И да, опять же, 3-0, ребята, 3-0. Ну, просто теперь по противникам, естественно, постоянно наносится урон. Но это очень, конечно, забавно. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ну, мне кажется, да, этот, ребятушки, танчик. Мало того, что он во всех, в принципе, режимах игры тащит. Во всех занимает самые крутые почетные награды и почетные места. Ну, еще и, ребята, в ивенте тачдауне. Вот именно в ивенте, где нужно вот забивать мяч в ворота соперника. Он вообще просто самый лучший, наверное. Вот я не встречал пока что танка. Ни Конг, ни Дюна, никто. Никто так не умеет забивать голы, как вот танчик бессмертный. Просто идешь на пролом, жмешь кнопку вправо. И все. Все. Тебе просто ничего не надо делать. Они все от тебя отталкиваются. Мяч забивается в ворота. И получается реально мега круто. Офигеть, тебе даже атаковать не надо. Вот эти все атаки, вот эти все бустеры, они, по сути, на этом танке не нужны. Потому что он просто сам все возьмет и сделает. Это жесть. Просто идет на пролом и забивает голы. Ну, как это вообще объяснить, ребята? Капец, я реально в шоке. Что разработчики сделали настолько мега имбу. Ну, я не знаю, он просто тащит во всех режимах. Это реально pay to win, ну, то есть задонать и победи. Вот этот танк реально про то, что ты должен, не знаю, задонатить просто на эти все гемасики. И потом ты его берешь с собой в бой. И почти в любом режиме игры он побеждает. Вы это сами видите. Вообще, даже в ивентах. Ну, это просто жесть, ребята. Давайте продолжим с новым скинчиком. С вот этим вот ледяным скинчиком на нашего танчика бессмертного. Так, ну да, 5000 гемасов накопить, ребята, очень сложно все-таки. Это в три раза больше, по-моему, чем легендарка у нас стоит в игре. Поэтому да. Но вы смотрите, 5000 просто типа накопил и не заплатил. Бам! Он забивает гол. То пинками, то просто тем, что продавил до базы противника мяч. Ну, это просто капец, ребята. Я, конечно, в шоке. Это реально просто, я не знаю, задонати в игре называется. Вот реально танк. Танк, который сверх мощней вообще во всем в этой игре. И я не представляю, какие дальше будут добавлять танки разработчики. Ну, мифические танки. Потому что если этот настолько сильный, что тебе даже атаковать не надо никого. Просто вот идти в ивинти и вот так вот. И все на пролом. Ты будешь постоянно побеждать. Ты будешь постоянно получать очки. И там продвигаться в топе за какое-то место занимать. Получать награды. Вот просто потому, что у тебя есть мифический танк. Вот в этой статистике ты будешь куда-то там продвигаться. Это, конечно, просто жесть, ребята. Это просто вот так идешь на пролом, кнопочку вправо. И победа в основном всегда будет твоей. Правда, я не знаю, что будет, если против меня попадется какой-нибудь легендарный танк. А может быть даже мифический. С ним-то такого не получится. Он же не сможет, ну, оттолкнуться, скажем так. Там уж повезет тому, кто первый забьет реально гол. Так, ну что. Пока что, смотрите, я просто хожу вправо. Просто жму на кнопочку ходьбы. И все, танк просто сам ходит и забивает голы. Мне даже толком-то делать ничего не надо. Ну, это капец, ребята. Это первый режим, в котором бессмертному еще и делать ничего не надо. Смотрите, танки отлетают. Мяч отлетает. Гол забивается. Просто жесть. Вот что тебе еще надо для счастья? Вот в этом танке просто есть все для этого счастья. Ну, ладно, давайте поиграем в классику. Ну, конечно же, подрубаем наши метеоритики. Погнали с метеоритиками. Бэм. Ну, во-первых, да, он вообще может всех уничтожить и вот так забить гол. Ну, короче, просто жесть, ребята. В любом случае, там, нажимаешь ты на атаку, не нажимаешь ты на атаку. Ты в любом случае просто всех уничтожаешь. Или, ну, или не уничтожаешь. Но мяч попадет в ворота противника. И это, конечно, трэш. Это просто трэш. Ну, жесть, ребята. Просто жесть. Что? Я не знаю, что даже говорить. Потому что, смотрите. Тесла, не Тесла. Просто всех тут перетоптал. Забил голы. Все. Просто все. Ну, не знаю. Даже мой союзник ничего не может сделать. А ты такой идешь на бессмертном. И все. Короче, если у тебя в команде есть бессмертный в ивенте тачдаун. Ну, все, считайте, вы выиграли. Потому что проиграть будет практически нереально. Вот так вот забиваются все голы. Это просто какой-то трэшак. Самый настоящий трэшак. Где еще даже ни разу противника не забили гол. Так, ну, давайте попробуем без метеоритов. Но с вот этой вот атакой нашей булавой поиграть. Посмотрим, что будет так. Ну, я просто атакую булавой. Типа. И они все равно, блин, все отлетают. Все эти танки. Даже если я чуть-чуть к ним подхожу. Мячик можно вообще изи отталкивать. От нашей стороны. Вы сами это видите. Изи его можно контролить. Даже если они пытаются поднести мячик к моей базе. Ты просто вот так пим. Оттолкнул. Все, гол. А не мячик еще и перелетает вражеские танки. Самое забавное, что танк бессмертный умеет настолько сильно пинать мячики, что они типа перелетают противников. То есть они даже их достать не могут. Остановить мяч они никак не могут. Чтобы хоть как-то вообще этому помешать. Вообще просто полный трэшак. Просто полный трэш, но ни в каком режиме этот танк так не имбовал. Я бы даже сказал, этот танк ни в каком режиме так не читерил. А здесь просто смотрите. Все, все, все. Вот просто ничего делать больше не надо. Это трэш. Это просто трэш. Я не знаю, ребят. Ну просто. Ну разработчики, конечно, молодцы, что придумали такой интересный танк. Но порой некоторым игрокам будет обидно, конечно. У которых нету бессмертного танчика. Потому что если он против них. Вот в каких-нибудь ивентах. Вот так вот выйдет. Просто, просто надавит на мяч. И забьет голый, оттолкнет всех от базы. Точнее от мяча. Это просто жесть. Да, конечно, трэшачок полный. Но, кстати, смотрите-ка. В пустыне до сих пор лагает. Разработчики не поправили этот баг. Почему лагает в пустыне, я не понимаю. Просто жесть. Это просто особенность карты. Поэтому давайте побыстрее отсюда избавимся. О, перестало лагать. Кстати, все. 3-0. Опять же, очередная восьмая уже победа. У нас 3-0. Давайте я поставлю самый последний скинчик, который есть на этот танк. Так, что бы еще здесь можно ему поставить? Наверное, давайте-ка поставим. Так, 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 так. Ну, давайте напалм. Пусть будет напалм. Ну, короче, погнали, ребята. Потому что у нас уже с вами 8 побед. Просто, естественно, подряд. Мы вообще ни разу не проигрывали. Не то, что не проигрывали. Нам даже гол ни разу не забили. Ну, потому что попробуйте забейте гол бессмертному. Итак, давайте сделаем, дадим им немножко фору. Типа, они подходят к нашей базе. Смотрите-ка, я специально, типа, поддамся. Они подходят к нашей базе. Типа, мы тут такие все немножко сдаем позиции назад. И я немножко, опять же, пихнул мяч. Он уже куда-то улетел. Так, где мячик? А вот он вообще. Ну, короче, ребята, они даже не способны ничего сделать. Противники, даже если дать им фору. Смотрите, они все отлетают. Когда бессмертный просто к ним подходит. Просто становится чуточку поближе. Все, тебе просто ничегошеньки делать не надо. Давайте, смотрите-ка. Даем им еще раз фору. Пусть подходят ко мне. Подходите. Вот, типа, к нашей базе. Типа, сейчас гол забьют. Типа, сейчас... Ой-ой-ой, как нам плохо будет. Но они, смотрите, они даже продавить не могут. Мяч вдвоем. Вдвоем против Титана. Во, продавили, продавили. И теперь я иду на защиту базы. Смотрите-ка. Типа, они подъехали. И я иду на защиту. Я их атакую. Все, ребят, просто жесть. Смотрите, даже если. Просто, вот вы это видите. Даже если они прям около твоих ворот. Бессмертный просто начинает ходить. Даже атаковать. Можно не атаковать вражеские танки. Вот этой своей атакой. Просто идти вперед. И все. Все, больше ничего не надо. Вон вот так. Оттолкнул. И гол забит. Просто гарантированно. Это жесть, ребята. Ну, конечно, никакой танчик в игре так не может. Этот танк явно побил рекорд. Вот потому, как круто можно забивать голы в режиме тачдауна. Потому что просто больше этого никто не умеет. Ну, а вот танчик бессмертный это умеет. Это, конечно, жесть, ребятки. Не знаю, что будет дальше в следующих винтов на этом танке. Но, в целом, самый такой главный винт это вот этот танковый футбол. Такой разнообразный. Потому что его больше, в принципе, нигде в игре нет. Кроме как раз в месяц на три дня. Вот. Поэтому мы забиваем очередной гол. И, опять же, я просто шел прямо. Я просто шел прямо. Вот. И все, да. Поэтому больше ничего здесь делать и не нужно. Кстати, смотрите-ка. У меня в команде еще и стальная стена Атлас. Кстати, я не играл против стальной стены Атласа. Потому что через него просто так мячик-то не перекинешь. И Атласа тоже просто так не оттолкнешь. Они прямо около наших ворот. Они пытаются нам забить гол. Я специально им поддаюсь. Специально стою вот типа рядом. Типа рядом к нашей базе. Ну, там еще и мой союзный Атлас, конечно, тащит. Тоже толкает мячик. Но я в целом даже могу вот так вот не применять никакую атаку. И он просто всех отталкивает. Это жесть какая-то. Вы видели? Мяч отлетает вместе с противником. Где еще такое вы вообще увидите? Ну, я не знаю. Мне кажется, вы нигде такого не увидите. Вот особенно если под горочку стоять. Смотрите-ка, сейчас они поедут. Вот так пеу. Оттолкнул чуть-чуть мячик. Чуть-чуть настолько, что им пришлось отступать назад просто по полной. Потому что мяч их полностью перелетел. Так скажем, еще раз пеу. Толкаю мячик. Смотрите-ка. Просто толкаю своим, так сказать, корпусом. Корпусом бессмертного. Они пытаются забить, но у них, естественно, вот просто ничегошеньки не получится. Я включаю метеорит. И, ребята, вам наступает какой-то полный капец. Я так понимаю, да? Да, сейчас им наступит полный капец. С метеоритами у них вообще нет шансов просто никаких. Да и, в принципе, и без метеоритов, ребятки. Без метеоритов тоже у этих ребят нет никаких шансов. Вы сами видите, насколько круто этот танк тащит. Ну, в этом ивенте, мне кажется, вы его пройдете просто на изи, если у вас есть танк бессмертный. Просто берете бессмертного и проходите. Все, вам ничего делать не надо. Кнопку вперед жмете вот так вот. Просто ничего не нажимает другого. Все. Гол забит. Победа вам, ребята, будет обеспечена. Конечно, это имба. Это самая настоящая имба. Разработчики реально добавили в нашу игру. Мега имбалансный танк. Он тащит везде в боях. 1 на 1, 2 на 2. Командир. Он тащит в приключениях. Он тащит в выживании, в боях с боссами. Он просто везде тащит. Ребята, скажите мне, где он не тащит. Потому что он везде тащит. И даже здесь, в этом режиме. Вы сами видите, он забивает голы просто как... Ну, я не знаю, как вот... Вот очень легко. Очень легко забивает голы. Ничегошеньки тебе просто делать не надо. Все сделается, как говорится, само в этой игре. Точнее, в этом режиме. Танчик бессмертный все сделает за тебя. Ты просто нажми кнопочку, что ты идешь в бой. По сути, вот так и происходит, ребята. Вот шутки шутками. А на этом танке так и происходит. Потому что противники ничегошеньки не способны сделать. Смотрите, против танка бессмертного. Вон их вдвоем отталкивает. Он отталкивает мяч. И, естественно, они никогда тебе просто не забьют гол. Ну, только если какая-нибудь случайность будет. Вот. И, ну, естественно, танк бессмертный забьет им гол сам. Просто продавив их своим корпусом. Тебе даже вот так атаковать. Не надо стрелять, не надо. Просто гол бэц. И забивается. Все. 11 побед подряд на танке бессмертном, ребята. Ни одного гола мне не забил. Ни один противник. И, естественно, я забил все три гола. Просто во всех боях на танке бессмертном. Даже можно не атаковать. Никакие с собой бустеры можно не брать. Просто нажимаешь кнопочку ходьбы. И танчик бессмертный все сделает за вас. Это, конечно, трэш. Такого танка в игре я еще не встречал. Потому что даже там на Рекси надо атаковать. Даже там на Конге надо атаковать. На Дюне надо атаковать. А здесь ты просто жмешь вперед. И забиваешь гол. И это вообще мега круто. Ну, я не знаю. Никакой другой танчик такого не умеет. Просто трэш. В этом режиме, ребятки. В режиме тачдауна. Вы просто можете делать мега рекорды. Попадать в таблицы. Вот в эти вот все таблички. Набивать мега большие щита. Вот у челика вообще 778 очков. Здесь вот в этом режиме. В этом ивенте. Вы можете делать столько же. Если будете просто каждый бой вот так выигрывать на танке бессмертном. Вот такой получился ролик. Если тебе он понравился. Посмотри мой предыдущий ролик. Как все ребятушки. 22 танка игры Хилсу Стилл сражались в боях. 1 на 1. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok